Мясо, крупы, макароны. Проверку качества проходит вся продукция питания. Для оптимизации процесса в Симбирске референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия закупили новое оборудование. Один технологический помощник за три часа может провести целый ряд генетических исследований. На этом амплификаторе мы выделяем РНК и ДНК на все вирусные и бактериальные заболевания, которые как африканская чума свиней, классическая чума свиней, гриб птиц, на ящер. И также на выявление генематифицированных организмов в растительном происхождении, в продуктах питания и кормах. В соседней лаборатории выявляют токсичные элементы и тяжелые металлы. Например, в макаронных изделиях может содержаться ртуть, но в пределах нормы. Это 0,03 мг на килограмм. Каждый вид продукции имеет свою предельно допустимую концентрацию, которые прописаны в нормативных документах. И мы смотрим, не превышает ли данный предел для каждого вида продукции. Все эти сложные исследования для обычного обывателя – гарантия качества потребляемой продукции. С введением западных санкций контроль усилили. Перед региональными производителями стоит задача самостоятельно прокормить население области. Как показала практика, мало взрастить и собрать богатый урожай и выпустить крупную партию съестного. Важно сделать ее безопасной для людей. Но здесь остается один важный момент. Независимо от формы собственности, наши производители обязаны подтвердить этот продукт в соответствии качества безопасности и качества, согласно требованиям технических регламентов. Ребята, а это очень дорогостоящая процедура, очень затратная процедура. И вот чтобы убрать ситуацию, чтобы исследования были не дороже продукции, ветеринарная служба развивается в данном направлении. Благодаря усердной работе регион стал примером для наших соседей из Башкирии. Мариэл, глава области Алексей Русских, выразил признательность специалистам за их труд. Губернатор добавил, благодаря слаженной работе удалось предотвратить распространение различных инфекций и заболеваний среди животных. Мы гордимся вашими достижениями, слаженностью и эффективностью взаимодействия всех подразделений ветслужбы Ульяновской области. Убежден, что в 2023 году вы продолжите успешно работать по всем приоритетным направлениям. Чтобы работалось эффективнее, глава региона передал агентству ключи от новых машин. Специалисты часто фиксируют вспышки инфекций не на крупных предприятиях в областном центре, а за его пределами в небольших поселениях. Отныне добраться туда можно будет сразу на пяти автомобилях марки «Лада Нива Тревел». Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.